Решение Конституционного суда о возможности изменения Конституции в отношении названия госязыка стало настоящей бомбой для медиапространства страны. Молдавский или румынский решают все – политики, юристы, лингвисты и журналисты, а страна тем временем делится на два лагеря. Одни категорически за, другие не менее категорически против. Переубедить их практически невозможно, и пока кипят нешуточные страсти, я предлагаю разобраться в главном – что стоит за этой инициативой, почему она возникла именно сейчас, ну и, конечно, какими могут быть последствия. Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать разбираться в столь важном вопросе. Сегодня у меня будут мои гости. Это депутат, представляющий либерал-демократическую партию Молдовы, человек, который подписался под инициативой обращения в Конституционный суд Юрий Цап. Добрый вечер. Добрый вечер. И Виктор Степанюк, лидер Народно-социалистической партии, экс-депутат, экс-вице-премьер и много-много тоже еще о чем можно говорить. Виктор Федорович, и вам здравствуйте. Добрый вечер. Вы еще историки, господа. Так. Да. То есть мой выбор пал на вас двоих сегодня совершенно не случайно, абсолютно точно. И давайте начнем с самого начала, сверим позиции, разберемся с самым главным. На каком языке сегодня говорите вы и почему? Господин Цап, на каком языке вы говорите? На румынском. Да. Почему? Ну, во-первых, вы, наверное, помните о 1989 году, когда впервые возник данный вопрос. Вернее говоря, возник он в 87-й, 8-й, хотя он значительно раньше, но всплыл наружу или начал будораживать людей именно в годы перестройки, будем говорить. Вот тогда появилась идея, вернее говоря, была реализована инициатива, была создана межведомственная комиссия, куда вошли лингвисты, ученые, романисты, в том числе и советские или российские, даже можно назвать Петровского. Вывод комиссии был подназначен. Румынский и молдавский языки идентичны, или молдавский и румынский идентичны. Вопрос языка – это не вопрос политики, это вопрос научной истины. И если ученые-лингвисты сделали этот вывод, предложили обществу, поэтому и воспринял как основу действия. То есть вас убедили лингвисты, и вы поэтому считаете, что вы говорите на румынском языке? И причем решение было единогласным. То есть, в принципе, это правильно. Спасибо. Виктор Федорович, вы на каком языке говорите? Я говорю на молдавском языке, хотя я всегда говорю, что язык молдавский и румынский – это один и тот же язык. Просто он имеет два названия. Таких случаев в мире больше 52, когда один и тот же язык имеет два, три и даже четыре названия. Страна называется Молдова, это наша древняя страна. Народ всегда, большей частью назывался молдавским, это показывает исторические документы. Поэтому с учетом традиций, с учетом того, что государство Молдова существовало и существует и сегодня, я считаю очень важным, чтобы мы эти вопросы идентичности, государственные, национальные, в том числе языковой, чтобы мы держали их, как говорится, наравне, чтобы мы их уважали и так далее. Какие бы у нас другие суждения не были, потому что мы люди разных национальностей, происхождение наше, этническое может быть разным и так далее. Но я говорю, основные принципы, основные такие признаки идентичности, их нужно уважать. И с этой точки зрения я постоянно говорю, что язык наш молдавский, я говорю на молдавском языке. Спасибо. Вы упомянули 1989 год. Я вам за это очень благодарна, потому что сейчас я попрошу режиссера предоставить нам некий видеофрагмент, тоже 1989 год, 27 августа, и там идут высказывания как раз по поводу языка. Давайте посмотрим все вместе. Лимба попору, который назвал републицией, лимба молдавенеаская, будет становиться лимба штат, будет находиться в то же сфере политики, социальные, экономические и культуральные, и будет иметь в связи с этой функцией лимбой de comunicацию по территории републики. Время. Главный форум национал, как вы знаете, Президиус Советский Супрем, Республика Советская Союзная Молдобинская, который принесет целый пакет для статалитета лимбии молдобинской, используя эти по базе графики латиней. Главный форум национал, как и функционария, в Республика, а татурори типурилор билингвизм, inclusив рус-национал и национал-рус. Ашадарь, в сваршит, даторита фактулы, что в Республика ва си интроната о сингуре корана лингвистика, лимба дистат, лимба молдобинилор. Лимба дистат мы видим, был взрыв одобрения. Что мы видим на сегодняшний день по факту, по голому факту? Получается, что прошли годы, и вот кто-то решил, что народ начал думать иначе, что народ теперь думает, что у него язык румынский, и что говорим мы по-румынски. Вот поясните мне, пожалуйста, вот это, вот что это, кто дал вот право думать, что народ сегодня думает иначе? Господин Сап. Если вернуться к кадрам, историческим кадрам, которые вы нам предложили, я бы хотел выделить или подчеркнуть следующее. Необходимо учитывать, что до 1988-1909 годов в республике Молдова, при том, что использовался молдавский язык, будем говорить, тогда преобладал или в пользовании был русский язык. Я был студентом, я работал, начиная с 1978 года, и преобладал в общении в республике Молдова русский язык. Вот этот контекст послужил для людей, что молдавский язык будет государственным. Я так понимаю, я так вижу, я помню те времена, когда мы обсуждали эти вопросы. Ну секундочку, ведь уже была у нас декларация о суверенитете. В 89-й год? Нет. Нет, это в 81-е годы. Ну обсуждение хорошо было возможных вот этих шагов. То есть уже шли, значит, такие, не знаю, посылы в общество, что язык все-таки румынский. Вот вы видите, говорят, язык молдавский. Народ радуется. Я же подчеркнул, все-таки в Молдове, в республике Молдова или в Советской социалистической республике Молдова преобладал, в пользовании был русский язык, он преобладал над... Понятно, ну хорошо. Вот в этом контексте, поэтому и про возглашение молдавского языка государственным, то есть который будет преобладать, вот какая была... То есть вы хотите сказать, что народ не понимал, вот он радовался на самом деле румынскому языку? То есть вот вы поясните. Нет, минутку, я не об этом говорю. А я вам задаю этот вопрос, я пытаюсь понять. Вот смотрите, мы видим реакцию народа. Вот сейчас все ссылаются, все отправляют нас в 89-й год, в 91-й, говорят, вот какие были времена. Мы видим реакцию народа. Прошло 26 лет. И говорят, нет, язык теперь у нас другой. Я хочу понять, кто решил, что народ передумал? Я подчеркнул или выделил, или прокомментировал происходящее, потому что когда люди начинали... Ведь, к сожалению, очень часто были случаи, когда обращались на молдавском языке и говорили, говорите по-нормальному или говорите по-русски в Молдове. Простым гражданам это говорилось. Господин Цап, да было много перекосов. Понимаете? Но когда речь идет о переходе на латинскую графику, очень многие сразу говорили о румынском языке. Не будем говорить о перекосах. К сожалению, это была, будем говорить, не объявленной государственной политикой. Это преобладало... Вот поэтому радость людей, когда было объявлено, что государственный язык будет молдавский язык. Виктор Федорович, поясните мне, пожалуйста. Я не получила ответ на свой прямой вопрос. Может быть, попытаюсь объяснить не будет. Я хотел спросить господина Цапа, где он был тогда 27 августа 1989 года. Во Флорешта. А я был в Кишиневе, значит, на улице. Больше того, мы собрали, вы знаете там, что еще весной, летом собирали подписи за государственный язык, за молдавский государственный язык. И надо сказать, что это было большое движение. И было собрано, значит, в республике 386 тысяч подписей таких. Я знаю, это все происходило по всей республике. Конечно, участвовали и рабочие коллективы, и интеллигенция, и так далее. То есть, за молдавский язык. Я должен признать, как бывший директор школы, что к нам пришел, в принципе, такой активист, который попытался говорить, что да, вы знаете, как... И он привел, в принципе, эти аргументы. Попытался. Это один и тот же язык. И давайте мы соберем за румынский язык. И такие случаи в Веловинском районе были. Но все подписи в районе Веловинском, да, были собраны за молдавский язык. Больше того, часть коллективов не подписалась за переход к латинской графике. То есть, мы не можем сегодня ставить вопрос, русский или молдавский. Тогда, в принципе, очень большая радость была, что мы, в принципе, добиваемся молдавского государственного языка. Вопрос о другом названии, он где-то возник, но я видел эти подписи в парламенте. Между прочим, вы можете проверить, как депутат парламента, они эти мешки и сейчас, наверное, если они сгорели, да, 7 апреля. 386 тысяч подписей, значит, молдавский язык за молдавский язык. И я понимаю, почему ведущий ставит вопрос, когда появился вопрос, кто решил, что народ думает иначе. Потому что такие вопросы принято решать на референдуме, как правило. Народ сам спрашивает. Понимаете? Вот вы выступаете с этой инициативой пересмотра в Конституцию. А почему вам не выступить с инициативой референдума? Еще одну фразу хочу добавить. Давайте вспомним. Тогда, 31 августа 1980 года, было проголосовано за молдавский государственный язык. 78 статья Конституции Советской Республики. То есть, в Молдавской Советской Республике. Этот закон и сегодня действует. Его никто не отменял. Вообще, о чем мы говорим? И в 1990 году, когда появились учебники румынского языка в школах республиков, и когда появился учебник истории румын, конечно, на это большая часть учительства, особенно первый год, 1990 и 1991 год, все говорили о том, надо организовать какой-то референдум. почему нас втягивают в эти скандалы. И очевидно было, что население, и молдавское, этническое молдавское, и национальные меньшинства еще тогда увидели в этом, значит, определенную атаку на молдавскую идентичность. Это было очевидно, мне, я говорю, мне, как человеку, который работал тогда в системе образования, и сейчас работаю в этой системе, я эти распри уже тогда заметил. Я прошу по поводу референдума. Все-таки я уточню. Или я говорил о том, что преобладал русский язык. И скажу, большинство школ были на русском, садики. Возьму город Флореште. Я точно не скажу, но соотношение групп русских с русским языком обучения молдавским было, наверное, 81-20 в пользу русских групп обучения. Когда в городе Флореште... В некоторых городах. Я взял конкретный пример. Когда население составляло, наверное, процентов 70, будем говорить, с молдавским языком, перекосы были огромные. Вот поэтому я и аргументировал те кадры, которые вы предложили, что необходимо было восстановить статус молдавского языка. Потому что... Молдав, но молдавского. Минутку. Я отвечаю на вопросы, на те кадры, которые вы предложили. Я их прокомментировал. А с другой стороны, давайте к вашему вопросу. Это один аргумент. Все-таки вы представители научной среды. И в любом деле я сторонник аргументов. И когда научная истина выдается учеными, и причем, я сказал, решение данной комиссии было единогласным, то, естественно, я отдаю дань ученым, потому что они и из европейских стран, и, самое главное, из Советского Союза. Я назвал ей фамилию Петровского, бывшего директора или директора Эрмитажа. Поэтому это аргумент для нас. Вторая часть. Вы не поняли моего вопроса. Вы были среди тех, кто обратился в Конституционный суд. По поводу языка. Почему ваша партия не выступила с инициативой референдума, чтобы спросить, наконец, народ? Согласен, понял вопрос. Ну, давайте скажем так. Мой ответ содержится, извините, научный, в данном случае вопрос научный или вопрос языка, это не вопрос референдума. Потому что, извините, это не серьезно, чтобы вопрос названия языка выставлять на референдум. Я уже... Минуточку, я аргументирую. Ведь это дело науки, извините. Давайте я вам приведу научный аргумент. Мы сами понимаем, что вообще, когда говорим о этносе, когда мы говорим о национальности и так далее, здесь вопрос не политики, здесь вопрос самосознания, здесь вопрос этно-психологии. И вы, как историк, знаете, что эти предметы изучаются в университете, и вы должны эти моменты тоже учитывать. Тем более вы, как политик, должны эти учитывать. Что мы делаем, когда мы выдвигаем такие радикальные какие-то, значит, инициативы? Мы общество объединяем или раскалываем? Вот я даю аргумент, который вы знаете хорошо. Перепись населения 2004 года, что показывает? 76% населения считает себя молдаванами, и приблизительно 68% считает, что язык, значит, Молдовы в Молдове государственный и называется молдавский. Вы должны в своих инициативах это учитывать. Последние данные, да? 62% молдаван, населения все равно считает язык молдавский. И сейчас реально на уровне 2016 года. Вы, как политик, должны это учитывать? То есть во что мы превращаем? Вы, значит, если хотите сейчас провести это через парламент, да, наберете там эти 67-68 депутатов, я думаю, что вы раскалываете общество еще больше. Больше того, я вам скажу, как политик уже, что это не в ваших интересах сейчас это раскалывает. Вы от этого ничего абсолютно не выиграете. Абсолютно убежден. Потому что народ, значит, не дурак. Он сейчас, значит, для него вопрос языка не самый главный на повестке дня. И они спрашивают, вы рабочие места не умеете создавать? Вы экономику не умеете строить? Вы задумали сейчас втянуть еще раз в разговор, как называется государственный язык? Конституционный суд атаковывает, да? Значит, иностранные государства, какие-то унионисты нападают на эту страну. Честно говоря, я хочу вас как человека, который уважаю, я с вами одно время сотрудничал, я знаю, что вы рациональный человек, я хочу спросить, вы этнически, по национальности кто? Вы вообще думаете, не обижайтесь на меня, вы вообще видите перспективу этого государства или нет? Потому что это очень важно, когда я с вами беседую. Вы говорите научная истина, я тоже приведу вам научные истины, которые заложены в эти книги, эти книги написал не я. Спасибо, Виктор Ильич. Если вы не хотите отвечать на вопрос, кто вы себя, то вы можете не отвечать. Минутку, но дело не в этом. Мы уводим дискуссию немножко в туманность. Почему? Минутку, давайте посмотрим откровенно на вещи. Проблема языка и так очень ловко используется и сегодня, и использовалась в 90-х годах. Причем даже могу сказать вам следующее. Где-то в 90-е, в 91-е, в 92-е, несколько лет после того, как были приняты законы о языках и так далее, я работал заместителем председателя райисполкома. Сначала был секретарем райкома в 90-м году, а потом заместитель председателя райисполкома отвечал за эту область. И мы проводили... Минуточку, но я уже комментирую. Проводили многие мероприятия, и вроде вопрос пошел, было неплохо, а потом началось. Потому что политики для того, чтобы... Кто начал? Давайте, ну, сегодня не в политике, но не буду я вам называть... Есть факты. Вы слушайте, пожалуйста, я вас выслушал внимательно. И в 90-х годах, и сегодня, даже без того, без нашей инициативы. И одна, и вторая, и третья используют и проблемы языка, и проблемы истории, и многое другое. Нет, сегодня это сделали вы. Но сегодня вы просто, ваша партия выступила инициатором. Минуточку, я говорю, даже без нашей инициативы это используется. Давайте вернемся к нашей инициативе. Поэтому вы решили присоединиться к тому, чтобы побудоражить общество. Почему мы это сделали? То есть, независимо от того, сделали бы мы этот шаг или нет, политики используют проблему языка и проблему истории. В данном случае второй шаг. Минутку, господин Степанюк, я привык. Скажите, пожалуйста, вы представляли партию коммунистов, долгое время имели очень высокие посты, председатель соответствующей комиссии. Скажите, как назывался в школьной программе язык? Румынский или молдавский? Румынский еще. Румынский. Значит, 8 лет партия коммунистов была во власти. Язык в учебных заведениях был румынский. Сегодня, люди добрые, я хочу завершить мысль. Ну завершайте. Сегодня ребята или ученики в учебных заведениях изучают румынский язык. Да. А это по их доброй воле или потому что им пришло и написали предмет? Да, просто-напросто. Я говорю о другом. Так или иначе, вы дослушаете мою мысль. Ясно. Вот поэтому, учитывая, что есть научное... Поэтому надо было провести референдум. Минутку. Почему? Вопрос языка. Это не вопрос референдума. Почему? Потому что вопрос научной истины. Что хотите мне, значит, навязать название языка? Нет, не навязать. Значит, с древних времен, по крайней мере, 16 века, везде в старой Молдове и современной Молдове. И давайте мы почитаем с вами, вы же историк, да? Есть конкретные факты. Вот я привел вам, по крайней мере, здесь 8 важных документов с 16 века, которые мы с вами можем почитать. И как они называются, да? Как называются лимбами, регламентом органики, на нашей истории, на 1832? Как называются лимбами? Дома Людмила, вы можете читать? Я кундусь лица, кундусь лица. Молдовинеаска, да. Да. То есть, в 18 веке, в 18 веке, в 18 веке, в 18 веке, да? Лимба, да? Лимба Молдовинеаска. В 18 веке, в 18 веке, в 18 веке, в 18 веке. 1575 годы. Значит, кундусь лица? Молдовинеаска. 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 Это грамматика, которая умеет обсудить 1663. Кундусь лица, кундусь лица, кундусь лица, пей лимба Молдовинеаска. Ну, это вы посмотрите потом, потому что сейчас я, например, это не вижу. Я вообще предлагаю вам это подарить господину ЦАПу. Эти документы, это копии. Спасибо, я это прекрасно знаю и прокомментирую сейчас. Да. В 18 и 20 века. Потом, вы со мной согласитесь, наверное, что самый уважаемый господарь и ученый, значит, Молдовы, это Дмитрий Кантемир. Открываем Кантемира, значит, на странице конкретной, да, где Кантемир использует, очень ясно, значит, молдавский язык. Вот он говорит. Лимба латиняска, что лимба молдовиняска. Лимба молдовиняска. Лимба молдовиняска, да. Лимба молдовиняска. Только на одной странице, да, он использует три раза. Значит, потом вот есть конституция, проект конституции 1918 года, да, Република демократикой Молдовиняской. И вот здесь есть 78-я статья, которая тоже, доанна Людмила, посмотрите что здесь написано. Лимба молдовиняска, как лимба официальная. Да, лимба молдовиняска есть как лимба официальная и ещё раз. Уйте, дам Неполоз Нет. Океан Римбе, которой вы говорите, но это были в другой. Если не дать мне вопрос, я ответил как вы говорите? И будет хорошо, если вы по-русски все-таки ответите сюда, пожалуйста. Прошу прощения, автоматически. Во-первых, я сегодня не взял с собой, хотя тоже мы просматривали с коллегами литературу, о том же Кантемире, где он говорит ясно о румынском языке. При случае я постараюсь, может быть, если вы захотите, даже завтра вам предоставить. Но вы как историк. Поверьте, это настоящая книга, притом сделана в Бухаресте. Настоящую книгу. В 1999 год, Букурешт. То есть книга продается в наших магазинах. Если вы пожелаете, завтра я покажу настоящую книгу, где Кантемир говорит о румынском языке. Я всего Кантемира подстал. Хорошо, давайте я предлагаю. Я завтра это сделаю. Хорошо, завтра вы вольны это сделать. Я хотел, чтобы прокомментировать. Да, давайте прокомментируйте, и мы пойдем дальше. Вы как историк прекрасно знаете. Вы мне прокомментировали 16, 17, 18, 19 века. Когда формируется нация, когда формируется, значит, в государстве формируется нация, вот тогда и возникают общие культурные ценности и так далее. И вот тогда появляется язык. А когда формируется нация? Позвольте, завершить. Нет вопрос, я же задал вопрос вам. Когда формируется молдавская нация? В данном случае так получилось, что, если взять то, что произошло с Молдовой, то в составе Османской перии и так далее, и в 1850 году сформировалось румынское государство, где язык и получил свое развитие. Здесь же в 1812 году территория между Бессарабией вошла в состав России, и, естественно, не можем говорить о создании нации и, соответственно, языка. Поэтому давайте будем говорить, если мы немножко обсуждаем. Давайте говорить честно, тоже на основе аргумента. Ваши аргументы нравятся. Я привел аргументы 18-го года. Значит, составляется Конституция Молдавской Народной Республики, где ясно они пишут о молдавском языке. В советское время язык как он назывался? Молдавский. Дальше. В 89-м году как он назывался? Молдавский. В нашей Конституции как он написан? Молдавский. Причем здесь, что молдавская нация исчезла? Да, если вы не позволяете ей дальше называться молдаванами, государством Молдова и язык молдавский. В конце концов, проверьте на референдум, если эта нация исчезла. Мне кажется, она не исчезла. Мне кажется, она все-таки хочет развиваться дальше. И поэтому вы не имеете права и как политик, и как ученый, и как человек, который являетесь историком, большое уважение к этой профессии. Вы не имеете права не считаться самосознанием этого народа. Так, вступаю я. Спасибо. Теперь вступаю я. И хочу вернуться к тому, что вы признали, что этот вопрос политический. Вы начали говорить, что политики... К сожалению, да. То есть у нас в стране то, что мы говорим, что это вопрос лингвистов, что они так сказали, на самом деле это неправда. Давайте признаемся, мне нравится, есть еще одно хорошее изречение польского историка, терлецкого. Язык слишком важная вещь, чтобы доверять его языковедам. Вот, да. Теперь в отношении политиков. Вот смотрите, я пыталась понять, может, на самом деле настало время. Вы выступили с такой инициативой, да, рассмотреть в Конституции и поменять язык. Может, действительно что-то такое произошло. И вот именно сейчас наступил конкретный момент. И тут я обратилась к историкам. Что пишут наши друзья с вами, историки? Языковой вопрос поднимается в основном в период избирательных баталий, выносится на высший политический уровень, вбрасывается политиками в общество и используется как средство получения ими политических дивидендов. Это знаете, кто говорит? Это не россияне, не румыне, не румыны, не молдаване. Это говорят украинцы. Я вот специально нашла такую нейтральную, да, значит, сторону в этом во всем. Вы так готовитесь к предвыборной кампании? Вы поэтому так баламутите общество? Что вы хотите? Вот именно по времени, вот я ориентируюсь на это высказывание, да, вот вы же видите, что здесь, значит, вбрасывается политиками как средство получения политических дивидендов. Я это уже слышал. Да, так поясняйте. Первый аргумент я уже провел. Научные доводы, которые были сделаны специалистами, лингвистами, романистами, то есть те, которые изучали романскую группу языков. Второй аргумент, я косвенно его назвал, есть решение конституционного суда. Мы, в принципе, вот на ваш вопрос говорить, почему не проводите референдум, мы приводим соответствие с решением конституционного суда, который является законом. Допустим, что конституционный суда... Шесть человек, шесть человек будет решать вопрос. Позвольте, пожалуйста, допустим, что... Я тоже привожу аргумент. Шесть человек вместо четырех миллионов. Дуралек Седлекс. Если закон не прав... Законы меняются. Притом это по воле народа, по воле суверенно. Я же отвечаю на вопрос. Совершенно верно. Если закон плох, давайте его менять. Давайте менять юрисдикцию конституционного суда, давайте менять законы. Но, соответственно, избирается парламент, меняются законы, и тогда играется по правилам права. Мы что, почему-то сделали предложение. Я уже сказал, есть решение конституционного суда. Второе. У нас в партии унионистское крыло было... Инициатива же ваша. Совершенно верно. Но мы приводим это, будем говорить, технически, потому что есть решение, и даже если парламент не поменял статью 13-ю, в силе решения конституционного суда, таковы правила... Оставьте в покое уже решение конституционного суда. Таковы правила. Господин Цап, я вот хочу выяснить один момент. Вы все время ориентируетесь на то, что лингвисты говорят, что этот язык один и тот же. Вот вы сказали так, да? Так. Вот у меня такой простой обывательский вопрос. Почему, если язык один и тот же, за основу не взять молдавский? Да, в Молдове. Раз язык один и тот же, ну почему нам необходимо брать язык соседней страны? Почему? Вот вы не поступаете так. Я коснулся этого вопроса, сказал, что нация образовывается... В 1859 году образовалось государство, сформировалась нация. Один из атрибутов нации язык. И в Румынии это произошло, и язык вот за это время развивался. А Молдова была в составе, Бессарабия была в составе Российской империи. И невозможно говорить о развитии языка. В Румынии он получил это развитие. Поэтому, если говорить, ведь многие, причем если вернуться к 1994 году, вопрос стоял. И вроде пришли было к компромиссу. Было решение молдавской, едем румыны. Вроде пришло. И кто не проголосовал, вы знаете, кто не проголосовал? Не знаю, но... А, не хотите знать? Давайте я вам скажу. А скажите, кто? Я вас прерву. А кто, Митя Русланович? Значит, именно правые, именно националисты правые, прорумынские. Это Народный фронт. Это, как называлась, коалиция интеллигенции и так далее. То есть, те товарищи, в кавычках, да, которые не верят в молдавское государство, которые мечтают это государство объединить. Больше того, я повторяю, как политик вам, вы от этого ничего абсолютно не верите. Именно это ваша партия. Потому что... Минутку, секунду. Давайте тогда и закончим мысль. Дайте я тоже заверну. Вы очень долго формулируете просто свои мысли, и мы не успеваем все всклиниваться. В стране, значит, такое население, приблизительно 26-27%, и это правые. Значит, вы не являетесь такой правой партией, вы являетесь правоцентристской. И вам это ничего абсолютно не даст. Поэтому, кто вас завел по этому пути, только для того, чтобы выиграть. На вашем горбу, между прочим, они попытаются выиграть выборы. Больше того, вы интеллектуал. Я не случайно о вас спросил. И нечего стыдиться. Мне, например, нечего стыдиться, что я называю себя молдаванным. Так скажите, если вы себя называете румынным, я вас уважаю. Но послушайте аргументы. Вы же говорите о научных аргументах. Вот в этой книге Кантемир утверждает то же самое. Что язык один и тот же. Но вы заметили, что он здесь пишет о Молдове, и он пишет о молдавском языке. То есть, он считает, что пока есть эта страна, пока есть этот народ и так далее, имеет право назвать свой язык молдавский. Он постоянно. Эта книга, между прочим, была написана на латинском языке. Вы знаете, да? Это самая издаваемая в Молдове, то есть, в Европе была книга тех времен, 18 века. На французском, на английском, на немецком, на русском появилась. Значит, на лимбо-латино. Лимбо-молдомеральском переводе. Не идет речь о том, выиграем или не выиграем. Я говорил о том, что унионистское крыло в либерально-демократической партии было значительным. Но значительным было. А вы относитесь к этому крылу унионистскому или вы себя к нему не относите? Отношусь. А, спасибо. Решение принимается большинством. И поэтому, к сожалению, вопрос обсуждался, но невозможно было принимать решение. Сегодня, если взять и состав фракции, и вопрос поднимался и на встречах с представителями местных властей, избранных либерально-демократической партии, в очень многих территориальных организациях. В частности, я могу сказать, и на севере, даже вот Единицкие, наши коллеги, Коммуна Паркова, Примары их и так далее, которые наставили на этих встречах. Вот поэтому, учитывая большинство мнений, и выступила, в частности, госпожа Чабану Мария, которая является, будем говорить, один из наиболее... Да, мы ее знаем. И поэтому мы здесь ничего не имеем с выборами. Абсолютно. Поэтому и рассчитывать сегодня, рассчитывать на это, это не серьезно. Мы улыбаемся, потому что... Мы улыбаемся, да. Да, потому что, как правило, перед выборами у нас и наблюдаются языковые. Извините, есть и понятие дела чести. Есть и понятие дела чести. Это для вас дело чести было? Да, это было дело чести. А можно я задам вам вопрос в отношении дела чести? Вот смотрите. Подайте мне тоже уже, он перебрал время. Людмила, я смотрю, тоже зачитаю. Хорошо, давайте тогда вы на реплику, а я свой вопрос задам. По делу чести не могу удержаться. Пожалуйста. Я думаю, что когда мы говорим о деле чести, мы можем приветствовать некоторых наших граждан, которые пошли, значит, стали депутатами парламента Румынии. Вот они честно поступили. Они являются унионистами, и они пошли туда. Я не понимаю, что делают вообще в нашем парламенте люди, которые ратут вообще за уничтожение этого молдавского государства, которые шаг за шагом это делают. Я вижу эту борьбу на протяжении 27 лет с 90-го года и совсем не понимаю. Поэтому я понимаю президента, когда он говорит о том, что, конечно, с унионизмом надо что-то делать. Может быть, что его надо запретить. Это другой вопрос, извините. Это другой вопрос. Унионистов все-таки не пускать в политику Республики Молдова, как антигосударственную такую силу. Нигде в мире вам не позволят заниматься такими делами. Вот сейчас посмотрим, что станет с этими руководителями Каталонии, которые только занимаются сепаратизмом. Они не убивают испанское государство, только ослабляют. А вы больше, вы идете полностью на уничтожение. Нет, нет, нет. Надо признать. Это чересчур. Нет, секунду. Мы же говорим на языке аргументов. Вы должны согласиться со мной. С 90-го года у нас читается румынский язык и история румын. Это верно? Верно? Вы что, не соглашаетесь? То и сейчас читается. Вы не соглашаетесь, что несколько наших президентов, начиная со Снегура, господина Лучинского, господина Воронина, они не захотели до конца решить этот вопрос. И мы дошли, посмотрите, 2017 и уже 2018 год, на 27-й году, как говорится, независимости, и мы постоянно спорим о языке. Вы обвиняете всех в разных грехах. Мы можем обвинить, потому что и я в политике, и вы в политике и так далее. Но давайте быть честным. Кто сейчас на этом этапе в это сложнейшее время завел снова разговор о языке? Это разве не вы и ваша партия, и ваши активисты? И зачем вам это надо? Потому что если вы рациональный человек, конечно, должны смотреть по сторонам. Изучить, значит, социологические исследования, да, посмотреть перепись, поговорить с людьми. Неужто Моша Иона и Матуша Ильяна сейчас интересует еще, что этот язык по науке, по науке, да, румынской, значит, из-за прута, он еще называется румынский? Она что, Матуша Иоанна не знает, как звали их родители? К сожалению, мы уводим разговор. Я сказал, это технически. Есть решение конституционного суда, которое в силе преобладает. Я по поводу дела чести. Вот вы, секундочку, смотрите. Вот когда говорят о языке, то говорят, что иногда у человека на языке одно, знаете, а на уме другое. Почему, в принципе, люди вот так болезненно относятся к языку, к этой языковой теме, да, молдавский, румынский. То есть, в принципе, если разобраться, ну чего вот возмущаются, ну один язык, ну чего. А я вам отвечу, почему. Потому что люди, которые вот, вы не скрываете, что вы унионист, да, и вот когда вот такие инициативы выходят от унионистов, они говорят так, это первый шаг на пути объединения с Румынией. Понимаете, если бы были бы другие цели, вы сейчас попытаетесь, секунду, я доформулирую вопрос, вы меня сейчас должны убедить, а я вам сейчас скажу один контраргумент. Очень часто у нас, знаете, какой пример берут? Говорят, вот Германия, Австрия, вот посмотрите, как там вот решается вопрос. А я вам отвечу, да, у них действительно государственный язык немецкий, но он как называется? Он даже не называется как чисто немецкий, он называется как Hochdeutsch. Да. Но у них в быту официально используется на всех практически уровнях и на официальном уровне используется, знаете, какой? Австрийский и немецкий, они не забывают свой язык. Да, давайте вернемся к нам. Почему? Я говорю в принципе о нас. Я говорю так, как поступают патриотичные страны, которые не хотят забывать свой язык, свой народ, господин Цапс, секунду, свою культуру. Да. А вы хотите говорить, о чем хотите говорить вы? Нет, вы поговорите об этом. Нет, об этом вопрос, то, что вы сказали, вопрос объединения, вот этот вопрос референдума. И в Конституции записано, что вопрос объединения решается только через референдум, поэтому людям нечего бояться, это разные вещи. К сожалению, я сказал, постоянно уводится в другую плоскость, нельзя так играть. Кто? Вы, к сожалению. А что я наделал? Нет, уводите разговор в другую плоскость. Я говорю, эту страну, Молдову, да, вы как политик, будучи сейчас в парламенте, вы как раз уводите ее непонятно куда. Плод. Этот парламент вообще нужно расформировать и отправить его на все четыре стороны. Значит, сколько он наделал ошибок и преступлений последних годов. Как и предыдущие, к сожалению. И повторяю, без референдума разобраться с названием языка, разобраться с моей национальности или с вашей, да? Большинство населения в данном случае... Наша национальность ничего не имеет к этому. Здесь как раз каждый определяет свою идентичность. Как бы определяет свою идентичность. Кто вам тогда позволил в 90-м году, значит, в этой стране внедрить историю румын, если большая часть населения является молдаванами. Тут можно дебатировать. Подождите. Государство называется как? Молдова, да? Республика Молдова. И вы присягали, между прочим, этой стране. Вы присягали, мы все присягали. И спрашивается, как мы присягаем, если мы шаг за шагом, и люди здесь правы, потому что они видят, уничтожается идентичность. А когда уничтожается идентичность? Мы с вами, историки, знаем это. Когда готовится ошлюз? Когда готовится объединение? Или по внутренним причинам, или по внешнему факту. Давайте с вами согласиться, что в 19 веке Молдова была разрушена с помощью геополитики, да? И в 1918 году, когда была уничтожена. Сейчас готовится третье. И самое страшное, что готовится, как говорится, руками этих наших унионистов и некоторых политиков в парламенте. Зачем вам это надо? Я вот логически спрашиваю. Мы должны сказать людям, что это возможно только через референдум. Люди это должны знать. В Конституции записано. Почему вы лишаете его идентичности? Виктор Фёч, вы сейчас уже говорили. Почему? Кто вам дал право? Я вам отвечу. Я вам отвечу, господин Цап. Знаете, почему? Вы говорите, мы вот говорим людям, а проблема в том, что люди вам не верят. Не вам конкретно, лично, а всем унионистам. Мы видим их рейтинги, мы понимаем. Вся та власть, которая правящая коалиция. Вот понимаете, люди не верят. Но у меня к вам есть предложение. Пожалуйста. Люди не верят всем толкованиям конституционного суда. Вот пойдите пообщайтесь, они вам много расскажут. Но я не об этом. У меня есть к вам предложение. Вот вы говорите, мы не говорим об унионизме, это вопрос совсем другой. Сегодня есть инициатива в парламенте от вашей партии. Инициатива какая? Какая? Привести в соответствии с решением конституционного суда статью в конституции. То есть есть законопроект? Номер, по-моему, 339. Совершенно верно. А почему вы, вот если вы добиваетесь так изменения конституции, добейтесь того, чтобы было в конституции, хоть как-то упомянутся, все-таки есть он молдавский язык, он никуда не делся. Есть, не знаю, море классиков, которые на нем писали. Давайте его забудем. И как теперь в соответствии с этим решением, вот поясните мне, простому гражданину, мы теперь отовсюду будем убирать молдавский язык, если вдруг такое все-таки случится, да? Конечно. Отовсюду, господин Цап, мы уберем эти вывески. Откуда убрать его? А везде, где упоминаются языки, не знаю, от сайтов любых, это в принципе сейчас делается, да, до названий учебников, в дневниках, в дневниках у детей, на приеме у врача, везде будет написано румынский? Нет, объясните, так? Есть закон о функционировании государственного языка. Нет, вот мне интересно. Кон, а функционер государственного языка, и его предначертания будут исполняться в таком... То есть получается, что молдавского не будет? Я правильно понимаю? Конечно. Ну, если это... Нет, ну название язык тот же, название другое, о чем мы говорим. То есть молдавского языка не будет, будет румынский. Не будет, да. Если кто-то, какой-то гражданин захочет говорить молдавский язык, это его дело. Но написать об этом в официальном документе, он не сможет. Что значит написать? Ну вот он будет писать заявление. Я пишу заявление на Малдавском. Нет, пишите на румынском. Так, нет разницы, люди добрые. О чем мы говорим? А, нет разницы. А почему тогда вы не оставляете мадавский язык, если нет разницы? Объяснил. А что объясняет? Ну так вы сами себе противоречите. Есть вывод ученых. Есть решение Конституционного суда. И мы в данном случае приводим. Дома Цапп, вы заметили, что я, честно, с самого начала передачи сказал что-то один и тот же язык. Да? То есть честно, вы должны признать, что если вы хотите какой-то компромисс, добейтесь этого компромисса с 1994 года, чтобы в Конституции было написано молдавский, в скобках, например, румынский. Да? Такие случаи есть в мире. Я вам даю и напоминаю эти примеры. Да? Сербо-хорватский язык, да? Черногорский язык – это один и тот же язык. И любой ученый вам скажет – это сербский язык. А что сделали хорваты, еще и черногорцы? Они сказали – мы напишем у нас себя в Конституции, и все наши учебники, и язык будет называться Черногорский, потому что есть государство, потому что это государство древнее, потому что наш народ древний и так далее. Почему молдаване не имеют на это права, тем более имея такую литературу, такую науку по сравнению с нашими братьями, как говорится, из Валаки, из Румынии? И вы знаете, как историк, очень хорошо. Что даже? Это аргумент или не аргумент? Ваш аргумент. Вы привели аргумент. Это, конечно, для вас аргумент. Есть решение Конституционного суда. Наша инициатива – это важно, чтобы люди поняли. Почему вы не готовитесь к выборам, почему вы пошли на встречу такой провокационному решению Конституционного суда? Я вас прошу, давайте оставим выборы в стороне. Это вопрос будет решаться в день. Господин Сап, можно такой простой бытовой вопрос? Пожалуйста. Вот вы все время апеллируете, я уже устала слышать. Есть решение Конституционного суда. У меня такой вопрос, что это решение обязывает конкретно либерал-демократическую партию собрать эти подписи, обратиться в суд, а потом эти подписи в парламент и окончательно расставить. Есть такое решение суда? Нет решения суда. В данном случае мы считаем, учитывая, что есть решение суда, учитывая, что есть научная истина, учитывая, что чаще всего изучают… А научная истина – это вопрос… Я же вам отвечаю на вопрос. Я понимаю, я с вами спорю. Потому что я пытаюсь понять научная истина. Учитывая, что до сих пор в школах изучался румынский язык, поэтому мы выступили с инициативой привести в соответствии с решением Конституционного суда… Хорошо, задам вопрос по-другому. Господин Цап, это чувствительная тема вообще языка? Конечно. Очень, правда? Болезненно. Вот нас болит уже 26 лет. Мы все время говорим, говорим, говорим. Вы согласны с таким утверждением одного очень умного человека, который говорит, что чувствительные такие вопросы никогда не решаются вот в такие тяжелые времена? Понимаете? Чувствительные вопросы решаются тогда, в секунду, когда все в стране накормлены, когда они сыты, когда они обуты, одеты, когда у людей есть работа. Вы согласны? Или человек глупость сказал? Он сказал верные вещи. Правда? Так. Только вы не хотите услышать наши доводы. Вопрос-то решен. Вопрос решен, потому что нравится мне или не нравится господин Степанюк. В любом случае и президент, и парламент должны… Вы интеллектуал, вы сами сказали. Вы меня извините. Вы еще историк. Я говорю, вопрос не решен. Господин Степанюк, если мы говорим о правом государстве, если мы говорим, что мы хотим все-таки построить… Законы бывают ошибочные. Законы бывают ошибочные. Совершенно верно. Их надо менять. И только выбор или референдум может… Когда вы сомневаетесь, как политики, что вы неправильно поступаете, передайте это народу. Когда вы видите, я повторяю еще раз аргумент мой, как гражданина и как, значит, историка. Когда вы видите, что 70% населения, ратуясь за молдавский язык, называют и отвечают социологически. И вы не хотите с этим… А какой научный… Ведь, значит, социология тоже является наукой. Почему вы эту науку не хотите иметь в виду? Когда мы видим реально, что есть противоречия в разных актах, что, значит, здесь постоянно возникают вопросы. Что у нас есть скандалы. Что у нас были скандалы за 27 лет. У нас есть Приднестровский вопрос. У нас есть Гагаузия. Часть молдавского населения все равно называет этот язык, значит, молдавский. Притом большая часть населения. Почему вы идете против этого населения? Как вы… Я спрашиваю уже как политика, да? Как вы задумали вообще, что вы хотите делать с этой страной? Вы хотите гражданской войны? Вы хотите повторения? Ну, нельзя так. Нельзя. Это… Нет, подождите. Вы должны признать… Вы как, значит, человек науки, да? Давайте спокойно будем говорить. Спокойно. Вы должны признать, что из-за этих вопросов идентичности, да, межнациональных и так далее, случаются гражданские войны, случаются большие скандалы. Что в Европе такие скандалы есть. Что эта страна, наша страна не может никак решить Приднестровский вопрос. И даже не пытается. И вы здесь, значит, затягиваете нас в очередной большой скандал. Господин Степаненко, вы меня извините, но еще раз повторяю, в 8 лет были правящей партией. В школах изучался румынский язык. И причем здесь одно и другое? Вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос, отвечаю? Нет. Отвечаю. Это истина, которая доказывает, что… Мы требуем ответа, Виктор Федорович, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я отвечаю следующим образом. В течение 8 лет надо было решить вопрос языка через референдум. То есть мы были демократичнее, чем вы. Я лично предлагал три раза. Об этом есть конкретные письма. Этот вопрос решал, конечно, не я. Решало правительство вместе с президентом. Я сегодня и несколько раз говорил, что президент Воронин несет ответственность, что он не захотел ни в 2002, ни в 2003, ни в 2006 и 2007 году организовать референдум. Нормальный референдум. Призвать всех историков и филологов и предложить хотя бы компромисс. Первый – язык молдавский. Второй – язык румынский. Или компромисс – язык молдавский в скобках румынский. Потому что в цивилизованном обществе именно так решаются вопросы. Или одно, или другое, и третье. Если не хватило, как говорится, у президента Воронина, давайте покажите, что вы цивилизованно можете решить эти вопросы. Сейчас, я говорю, на таком этапе, украдены миллиарды, не работает экономика, люди уезжают из этой страны, погибает образование и так далее. И вы нашли проблему для решения. Вас не понять. Вы задумали, я так понимаю, вы задумали просто уничтожить это наше государство. И я тогда… Это обвинение слишком серьезное. Получается, что в вашей партии все унионисты… Виктор Феоргиевич, у нас времени уже очень мало. Я обязана дать 10 секунд на реплику господину Цапу, и потом прощаюсь. Очень коротко. Есть то, что называется терпимость. Если бы политики не пытались использовать своих, проблем не было. Потому что я общаюсь со многими русскими. Мне возникает вопрос, когда говорим о румынском языке. Я благодарю вас. Только могу добавить, что хорошо бы, чтобы все политики были терпимы. Да? Вот абсолютно. И тогда, да. И тогда, я думаю, будет все то хорошо, о чем вы говорите. Вы знаете, есть такое высказывание, «Не позволяй твоему языку опережать твою мысль». Очень хорошая. Вот очень часто, знаете, говорят, некоторые этим грешат. У меня создалось впечатление, что это как раз тот самый случай. Может быть, стоит об этом подумать, потому что, на самом деле, сейчас законопроект это только находится в парламенте. Ему предстоит слушание в комиссиях. А значит, у вас есть шанс обратиться к народу, на самом деле, за его поддержкой. И, может быть, тогда как-то это решение будет коллективным. Я уже ответил. Это не вопрос референдума. Это ваше право. Это мое мнение. Это не вопрос референдума. Я резюмирую то, что было сказано. Благодарю за то, что пришли. Приходите к нам еще. Будем спорить на другие важнейшие темы. Вы смотрели программу «Дело в принципе». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова